Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас необычное блюдо, которое было, по-моему, всего один раз на моем канале. Давненько мы его готовили. Это ризотто. Такая погода сейчас на улице, такая достаточно пасмурная и хочется чего-то необычного. Мне захотелось что-то из итальянской кухни. И я зашла на Food.ru. Там есть раздел Академия. И там очень много интересных рецептов. Ммм, как это вкусно! Еще сыр! Здесь 4 вида сыра. Честно, такой я пробую просто впервые. Настолько вкусно. Вообще там в рецепте зелень еще добавляют внутрь. Я просто решила сверху посыпать. В общем, на Food.ru есть раздел Академия. Абсолютно бесплатно. Там обалденная. Рецепты от лучших шеф-поваров. Уроки. Вы тоже можете присоединиться к этому всему. Например, рецепт, по которому я готовила. Там очень подробно описано, как правильно выбрать рис. То есть обычный рис, например, как для плова здесь не подходит. То есть вот эти бы, казалось, мелочи дают просто потрясающий конечный результат. Очень вкусно. Вчера вечером посмотрела 4 кулинарных мастер-класса от лучших поваров. То, что я готовила просто, как умею, с этим не сравнится. Это абсолютно другой вкус. На этих курсах, например, я лично узнала, чем можно заменить профессиональную технику. Как правильно выбирать ингредиенты для того или иного блюда. Там есть мастер-класс, как правильно разделывать, например, рыбу. Тоже обязательно планирую посмотреть. В общем, много всего полезного. Обязательно переходите. Если вы до сих пор не скачали приложение в футуру, настоятельно советую вам это сделать. А если уже скачали, то обязательно заглядывайте в раздел Академиум. Там реально очень много полезного. Я, например, узнала, чем, например, сыры отличаются друг от друга. Как выбрать тот самый? Это ризотто с четырьмя разными сырами. Когда ты кушаешь, ты прям это чувствуешь. Такой изысканный вкус. Как будто я сижу где-то в Италии. Много чем начала таким интересоваться. Просто потому, что вы хотите разнообразия. И самой тоже хочется разнообразия. Вроде бы, казалось, доступные продукты. А их правильное сочетание дает вот такой вот результат. Смотреть все мастер-классы можно как в приложении футру, так и на их сайте. Также хочу отметить, что все мастер-классы абсолютно бесплатные. Ссылки я обязательно оставлю в описании под видео. Переходите, смотрите. Ну, мы с вами уже доедаем. сегодня с подружкой хотим пойти погулять. Сколько можно дома сидеть? У меня уже подружка ругается на меня. Говорит, что ты как бабка сидишь дома, жизнь проходит где-то мимо тебя. Тем более, ты работаешь из дома, все это можно дело успеть. Она еще ходит на работу. Она реально такая активная. Я когда смотрю на нее, она прям реально восхищаюсь. В общем, меня всегда вдохновляют активные люди. Хотя я заявляла вообще домоседка. Но это надо в себе исправлять, потому что у меня порой вот такое ощущение, что жизнь проходит где-то мимо меня. Вот я сижу там встала, рисую, мук-панк, монтаж и вечер. Особенно последнее время темнеет настолько быстро. 6-7 уже темно. Поэтому надо как-то поактивнее быть. Что-то делать, снимать контент. Хочу опять начать частенько снимать для вас влоги. Кстати, хорошая новость на моем бумажном канале. Опять просмотры выросли. Когда я активно начинаю снимать на этот канал, у меня он как-то оживляется. Но вот мама меня вечно ругает, что я не могу правильно распределить время, чтобы одинаковое количество времени тратить и на этот канал, и на тот. На том канале я делаю прям интересные коллекции. на которые тратил очень много времени. Например, есть коллекция, где 50 пакетиков. Сразу просмотры выросли. Это, конечно, хорошо, но уже на основном канале начинаются недовольства, что сюда я снимаю мало. Я такая даже не знаю, что делать. вообще мне надо составить режим дня, возобновить свои тренировки. Вообще, если человек хочет, он может успевать абсолютно все. Было бы желание, самое главное себя не жалеть. вот у меня есть такой, еще плюс мама, у кого так же, пишите, у меня мама вечно меня жалеет. Только я прилягу, мама сразу все укроет меня, говорит, спи. ты постоянно за компьютером, ты постоянно работаешь, мне тебя жалко. И хочешь, не хочешь, самовнушением, тебе реально кажется, что ты очень много работаешь. Потому что мама всегда пожалеет. Но на самом деле я считаю это немножко неправильным, в том плане, что отдыхать, конечно, тоже надо, но не надо сильно себя жалеть, не надо лениться, откладывать на завтра то, что ты можешь сделать сегодня. Я вообще утром более продуктивная, мне кажется, чем вечером. Вечером как-то я такая сразу медлительная становлюсь. Поэтому все, беру себя в руки и начинаю что-то делать. как-то я быстро все съела. Как у нас в последнее время в магазинах сложно найти авокадо, а я его так люблю, особенно на завтрак делаю такие крутые бутерброды. Увидела в инстаграме у одного блогера и решила тоже сделать. Был йогурт? Нет йогурта. Мало я, кстати, приготовила. Вообще надо было приготовить побольше, потому что мама тоже хотела попробовать. Я как-то изначально приготовила на три порции, но в моем случае мне надо хотя бы две порции. это, конечно, была ошибочка. Я просто не знала, как получится, понравится мне или нет, но я просто в восторге, честно. Надо еще пасту приготовить по мастер-классу. Ну что, к сожалению, я вынуждена с вами уже попрощаться, потому что мы уже все доели. Но я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, обязательно переходите в описание, скачивайте приложение, если вы до сих пор не скачали, и обязательно присоединяйтесь к мастер-классам, узнавайте очень много всего нового. С вами была Айка, пока!